Девушки отдыхают 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 В результате клиника по решению мирового суда заплатила штраф. Во-вторых, выяснилось, что одна из медсестер в платной, не самой дешевой клинике хворает с ПИДом. И в-третьих, именно из-за ее крови приготовили лимфу для троих бесплодных пациенток. Понятно, что по всем этим вопиющим фактам в октябре 2012 года главное следственное управление ГУМ ВД возбудило уголовное дело. В силу уникальности ситуации расследовалось оно очень небыстро. Но в начале текущего года следователь разделил его на две части. Отделил, так сказать, зерна от плевел. В одну часть попала 122 статья УК о заражении с ПИДом трех пациенток. Единственной обвиняемой по делу оказалась Елена Ярушина. А в другую часть попали все выявленные нарушения в клинике. За что, по идее, должно было отвечать руководство лечебницы. Но до суда дошла только Ярушинская часть. Что осталось со вторым уголовным делом, даже в ГСУ объяснить не смогли. А между тем, главврач Преображенки Андрей Сосолятин в этом году из клиники уволился. И ответит ли он за тот бардак, что был выявлен в подведомственном ему учреждении, кто знает. О крайней в этой истории с заражением СПИДом назначили гинеколога Елену Ярушину. Суд над ней начался 14 мая текущего года. Проходил он, понятно, что в закрытом режиме. Ибо в процессе произносилась врачебная тайна о зараженных пациентках. И не менее зараженной медсестре. Подсудимая Елена Ярушина вину свою с самого начала отрицала. Потому что она реально не могла знать, что донорская кровь заражена смертью. Она выступила всего лишь в роли лечащего врача. Назначившую бесплодным пациенткам иммунизацию чужими лимфоцитами. По идее, гораздо больше вины лежит на медсестре, которая по бумагам-то числилась здоровенькой. Какова судьба ее и тех трех несчастных женщин, неизвестно. В закрытом процессе об этом узнать было невозможно. А на открытом приговоре судья Оксана Хамецевич зачитала только резолютивную часть. В итоге, по 122 УК, за каждую из трех пациенток, зараженных СПИДом, читай, подписанных на преждевременную смерть, гинеколог Елена Ярушина получила по два года зоны. И при частичном сложении эпизодов, судья выписала ей четыре года зоны общего режима. Но Елена, как гуляла на свободе, так на ней и осталась. Спасибо тебе, Конституция России. В соответствии с частью 2 пункта 1-го, постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 декабря 2013 года о предъявлении о внести в связь с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации от назначенного наказания Яруши у нас выходить. В меру пресечения до вступления приговора закону Елена Ярушина оставит прежний подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, судом вынесено частное постановление по 24 декабря 2014 года об обращении внимания министра здравоохранения Сокровского власти Белярского Аркадия Романовича на указанные постановления обстоятельства с целью принятия соответствующей вероохранения. Посудимая приговор понятия? Да. Судебное заседание. Судебное заседание. Тагильчане бросались в горящие автомобили с желанием отогнать их подальше, чтобы спасти от пожара. Это видео из окна своей квартиры дома по улице Гвардейской снял житель Нижнего Тагила. Видя, что дело принимает экстремальный характер, мужчина открыл окно и стало слышно происходящее во дворе. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Вероятно, кто-то, проходя по двору, бросил непогашенный окурок в кучу пластиковой и картонной тары, выросшую у заднего крыльца магазина «Магнит». На беду рядом с кучей оказались припаркованы несколько машин, на две из которых огонь сумел перекинуться. Чтобы минимизировать потери, автовладельцы отгоняли уже горящие машины дальше от мусорной кучи. Согласно данным МЧС, сообщение о пожаре у дома номер 23 по улице Гвардейской поступило вчера в 4 часа 50 минут вечера. В 5 часов одну минуту огонь был ликвидирован. Однако за это время пламя успело повредить пластмассовый бампер автомобиля «Форд», бампер, крыло и фару автомобиля «Ниссан». Никто из людей не пострадал. Вероятно, он просто спешил. Участковый из «Эрбита», лейтенант полиции Сергей Бердинских, хотел накануне в свой нерабочий день все успеть и коллеге по службе помочь свозить его жену с приболевшим сынишкой-малышом в больницу «Большой город» и вернуться засветло домой, чтобы посидеть со своими детьми. Смерть подстерегала офицера полиции на обратной дороге в окрестностях Артемовского. На скользкой дороге, по которой можно доехать до Покровского села. В 2 часа пополудни Лада Гранта с эрбитчанами слетела с трассы и, пропахав снежную целину, в придорожном кювете перевернулась. 36-летний участковый Сергей Бердинских погиб на месте. Его пассажиры, 26-летняя женщина, жена того самого полицейского и его 2-летний малыш, были травмированы, но уезжать в больницу отказались. По крайней мере, пока. У погибшего участкового полицейского в той жизни остались вдова, 10-летняя дочь и 4-летний сын. Начальство эрбитского УВД обещало помочь всем сможет семье погибшего офицера. На скользкой после резкой оттепели дороги под Артемовским, которая оказалась роковой для участкового из эрбита, уже поработали ДПСники, выясняя на месте все детали дорожной трагедии. Накануне Нового года молодая екатеринбургская семья осталась без крыши над головой. Сообщение о пожаре в Калекином саду «Ветеран» в районе кирпичного завода на окраине Уралмаша поступило в диспетчерскую МЧС накануне в 1 час 9 минут. К месту вызова отправились 3 машины и 13 человек личного состава. Горел двухэтажный садовый домик, расположенный на участке номер 17. По словам хозяев этого домика, оказавшихся на месте происшествия минут через 20-30 после начала пожара и, конечно, не имевших возможности хоть как-то поправить ситуацию, виной всему старая электропроводка, в которой были подключены довольно мощные электроприборы, такие, например, как водогрейный котел. Ирине, так зовут погорелицу, ее мужу с трудом удавалось сохранять спокойствие. Этот садовый домик они приобрели три года назад и отнюдь не для удовлетворения собственных аграрных амбиций, а для постоянного проживания. Огонь полностью уничтожил их единственное жилье и все вещи, которые оставались в доме. На тушение огня был послан пожарный спецназ. Так в Екатеринбурге называют бойцов специализированной пожарно-спасательной части. Это можно было определить и по надписям спецтехники, и по необычным бронспойтам. Однако, каким бы ни был крутым этот спецназ, в отсутствие воды и он вынужден был пускать руки. В коллективном саду «Ветеран» пожарным не удалось обнаружить ни водоводов высокого давления, ни пожарного водоема. Так что заправлять автоцистерной водой приходилось за 3-9 земель. В результате ликвидации открытого огня на площади в 48 квадратных метров отняла у пожарных 40 минут. И еще полтора часа после этого продолжалась так называемая проливка пепелища с целью пресечения огненного рецидива. Помощь медиков не потребовалась. Никто из жильцов сада ни пожарный не пострадал. Уснувший за рулем водитель стал виновником гибели 62-летней женщины. Авария с печальными последствиями произошла накануне в 9.40 утра на автодороге Кировград-Левиха в Свердловской области между поселками Корпушиха и Левиха. 55-летний водитель «Деонексия», двигаясь по Тайге без каких-либо видимых причин, выехал на полосу встречного движения, где в тот момент приближались «Жигули 7-й модели». Несмотря на то, что эта дорога никогда в будние дни не бывает загружена, маломальский трафик здесь создают только горнолыжники, едущие на Ежовую, 43-летний водитель «Жигулей» не сумел отвернуть от надвигающейся «Нексии», и машины сошлись в лобовом ударе. 62-летняя женщина, ехавшая на переднем пассажирском сидении в «семерке» от полученных ран, скончалась на месте. Еще одна 56-летняя женщина, ехавшая в той же машине, получила ушиб грудной клетки. Водитель «Жигулей» был доставлен в Невьянскую ЦРБ с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и голеностопа. Сам виновник происшествия сломал коленный сустав. Выезд на полосу встречного движения не единственное нарушение, которое может быть вменено водителю «Нексии», хотя к трагедии привело именно оно. Ранее мужчина, имеющий 15-летний водительский стаж, был лишен прав, предположительно, также за выезд на встречку, но все равно садился за рот. По собственному признанию нарушителя, от сильного переутомления он просто заснул во время движения. Уголовное дело по факту смертельного ДТП пока не возбуждено, но обязательно будет возбуждено. Медицинское освидетельствование виновника аварии не проводилось, поскольку у инспекторов не возникло подозрений в его опьянении. Пусть а очень незначительным промежуток времени в нашей программе серии автокатастроф. В дедушку сбила инкассаторская буханка. Это почти как очень тяжелый мешок денег на голову упал. А еще душераздирающее продолжение нашего апрельского репортажа. Пару недели назад от Саши Худышкина из Арамили сбежала 24-летняя жена Маши с 7-месячной дочкой. Но положим, 7 месяцев дочке исполнится только в том случае, если она сумеет дожить до воскресенья. Маша прячется где-то под тавдой, бухает, телефон не берет. И вообще-то Маша мать пятерых детей. Но четверо старших сгорели еще в апреле. Мама Маша тогда пошла бухать к соседям и избушку по лешкам подперла. В общем, если вам живется очень плохо, если вы очень страдаете от финансового кризиса, посмотрите, как живет семья Худышкиных, и вам сразу станет легче. Ну и многое другое в нашей программе. Пятый этаж ТВ Это только во сне попасть под денежный автомобиль к удаче. В просоночной реальности это не сулит ничего хорошего, лишь ушибы и ссадины. Да и то, если повезет. Каминского старика, 78-летнего Александра Ивановича, инкассаторская буханка, уазикообразной породы и грязно потрепанного вида, сбила с ног на пешеходной зебре. На часах в это время натикало 17-20. Старик брел через дорогу в сторону зеленого человечка. И вдруг бац, и в глазах потемнело. Поворачивая направо, буханка, видный, легко бронированный инкассаторский уазик, не заметил Александра Ивановича, который, возможно, думал о том, как было бы здорово, если бы в предпраздничном декабре вместо пенсии к его ногам свалился инкассаторский мешок. Полный денег. Говорят, иногда мечты сбываются. Хуже, если в буквальном смысле. Александр Иванович теперь почувствовал это на своих ушибленных боках. Молодой водитель Росинкасса помог сбитому старику подняться на ноги. Отряхнул его пальтишко, вызвал скорую и гаишников. На дорогах декабрьская сляка. Рубль того и гляди, в лужу беспросветной инфляции грохнется. Тут глаз да глаз нужен. А через забрызганные стекла сегмент обзора никудышний. В таких условиях не то, что серого на вид старика на серой дороге не заметишь. Курс евро от доллара не отличишь. С учетом погодных условий необходимо обратить внимание водителей на необходимость постоянного контроля за состоянием свидетелей приборов, лобового стекла. Потому что дорожное покрытие сырое. И необходимо своевременно принимать меры для очищения фар и лобового стекла, для того, чтобы контролировать дорожную ситуацию. Судя по ДПСному поиску очевидцев, происшествия, желательно тех, у кого в автомобиле есть видеорегистратор, и они накануне в шестом часу вечера проезжали тот самый перекресток проспекта Победы с улицей Павлова. В этом ДТП не все столь очевидно, как может показаться на первый взгляд. Органы гарантируют конфиденциальность информаторам, у которых есть фото и видео, и они готовы позвонить куда следует. Номер телефона у вас на экранах. Сегодня телевизионное агентство «Урала» транслирует очередной вопль отчаяния гражданина, пытающегося спасти, если не остатки своей разбитой и страшной трагедии семьи, то хотя бы своего ребенка, которого родная мама, регулярно опускающаяся во все тяжкие, тягает за собой куда угодно, но только не по врачам. Несмотря на то, что у семимесячной девочки масса проблем со здоровьем, а у самой мамы проблемы с законом, и фактически она одной ногой уже в тюрьме. Речь идет о 29-летнем Александре Худышкине и его, уже почти две недели где-то скрывающейся, 24-летней супруге, тоже Худышкиной, Марии, которые стали печально знаменитой в начале апреля этого года. Тогда мы рассказывали о гибели четырех малых детишек в пожаре. Так вот это и были их дети от одного до четырех лет от роду. Жили они в небольшой избушке номер 31 по улице Урицкого в поселке Алтынай под Сухим Логом с дочерьми Аленой и Катей четырех и трех лет, сыновьями Данилом, которому сравнялось два годика, и годовалым Владиком. Семья состояла на учете, как неблагополучная, из-за регулярных пьянок и скандалов. Мама, разумеется, нигде не работала, сидела с детишками. Папа через раз подрабатывал на лесопилке, но в основном жили-пили на детские пособия. Местные блюстители по делам несовершеннолетних потом докладывали, что запас, дескать, продуктов в доме всегда обнаруживали достаточный, одежды по сезону детишки были обеспечены и оснований для их изъятия, пусть и из неблагополучной, но родной семьи, не было. В итоге все четверо погибли. Папа в тот день ушел к соседу баню топить. Мама пошла его искать, потерев поленом дверь избы снаружи, чтобы детишки не выбежали. Они и не выбежали, когда в результате игры со спичками подпалили дом. В начале августа суд признал мать, Марию Худышкину, виновницей в причинении смерти по неосторожности и неисполнении родительских обязанностей. Она была приговорена к двум годам ограничения свободы. К тому времени она уже в пятый раз стала мамой, родив почти через два месяца после трагедии дочку Полину. Жить они втроем тогда перебрались к родителям мужа Варамиль, где и были похоронены их дети. Там безутешная мама быстро показала себя во всей красе, несмотря на то, что, согласно приговору, должна была жить по строгим правилам тише воды ниже травы. По дому ничего не делала, не помогала родителям. За ребенком дом не ухаживает, все вечно спит. Не начала перовать с подружками. У соседей окна поразбивала в пьяном виде. Я ее начал ругать, отец у меня начал ее ругать. После этого мы ушли жить к сестре. Вскоре и сестру мужа Мария стала затаскивать на всеночные пляски. А мужья обеих ухаживали за грудной Полиной, у которой начали резаться зубки. Мы померли температуру, у нее температура 39. Я говорю, Саня, что делать? Звоню жене, я говорю, я сейчас скорую просто буду вызывать. Она говорит, не вздумай скорую вызывать. Попросил у Саши там таблетки. Я говорю, какие таблетки? Он говорит, вот типа она ему и парацетамолом кормит. Сам Саша, вернувшись к родителям в Арамиль, не то чтобы паенькой стал, но натурально взялся за ум и сразу пошел работать на местный завод, откуда нам принес замечательную характеристику, а в семью приносил по 30 тысяч рублей в месяц. И это очень неплохо для небольшого городка. Однако дома, с работы, кормильца встречала не самая работящая супруга. Вот эти два года, постоянно находилась на дискотеках вечерами, уходила в 9, приходила в полшестого в 5 утра. И постоянно была в пьяном виде. Придет в пьяном виде, как бы, то есть я не знаю, что там дальше происходило. Суть в том, что я с работы приходил, гора посуды, ничего не вымыто, ребенок кроваткой лежит, полный памперс у нее, она только встает. Все, в доме ничего не сварено, не приготовлено. В конце концов, Мария из Арамили сбежала вместе с малышкой в поселок Садовой, к своему деду, который, собственно, и растил ее с 5 лет, после того, как мать за пьянку лишили родительских прав, то есть наследственность свое все-таки взяла. Там, по словам мужа, нашла себе мальчика, с которым даже успела маленько пожить, но и дед не выдержал ее выкрутасов и выгнал. Пришлось возвращаться к мужу в Арамиль, вот только вовсе не с повинной головой. Она приехала ко мне и начала опять такой же образ жизни вести, бросала ребенка. То есть я с работы прихожу, полшестого, она уже в 9 часов вечера собирается на дискотеке. Я ей запрещал, запрещал, потому что происходил дома скандал, постоянно из-за этого. Потому что я ей запрещаю, она не слушает, все равно идет на дискотеку. Берусь, просит мою сестру, чтобы она с ней ходила на дискотеку. Она бросает ребенка, была ситуация такая, у ребенка зубы полезли, у ребенка не температура. Я говорю, ты хоть ребенке подумай, потому что у ребенка не температура, ребенка не бросай. То есть не ходи сегодня никуда на эти дискотеки, побудь с ребенком. Она говорит, ничего, вон парацетамол, дашь ей таблетку парацетамола. Вот тут пора еще раз напомнить, о каком человеке речь идет, во имя чего наружу извлечено несвежее белье, а заодно начать уже выражать недоумения по поводу действий, а также бездействий разных структур. Итак, Мария Худышкина, 24 лет, признана судом виновницей смерти четверых своих детей. Но суд из гуманных соображений не отправил в зону мать тогда еще двухмесячной Полины, а дал ей два года ограничения свободы. То есть она была обязана с вечера до утра, по крайней мере, быть дома, по пьянкам, гулянкам, концертам, семинарам и симпозиумам, не шляться, не бухать и регулярно отмечаться в органах системы исполнения наказаний. В случае нарушения этих условий – реальное лишение свободы. И первый вопрос в ГУФСИН. Сколько можно терпеть и чего ждать? Судя по описаниям мужа и кучей свидетелей, приговоренная более чем злостно презирает, а не просто нарушает ограничения, и просто обязана была при таких скитаниях, тоже, кстати, являющихся нарушением режима, пропустить, мягко говоря, не одну отметку. Можете считать это выступление СМИ официальным обращением, хотя и на бумаге мы таковое, конечно, отправим. Она жила у дедушки, дедушка начала ее запрещать гулять. Она уехала в Армель, ко мне обратно, со мной жила. Мне сказали, что поехали съездить в ГУИН, Екатеринбург, и я напишу заявление, чтобы документы переслали в Армельский ГУИН, чтобы там на учет встать, в Армели. Я с ней съездил, она говорит, все, я написала, все нормально, все хорошо. Я говорю, ну все, поехали домой. А в результате она это наворала, она ничего не писала, она просто сидела и отметилась. И тут в один прекрасный момент я говорю, даже я адвоката позвал, чтобы он с ней поговорил, чтобы разъяснил ей. Он считал, сидел вовилов такой адвокат. Он ей объяснил, что вот, Маша, тебе нельзя даже рядом находиться с этими барами всякими, ресторанами вот этими, после 10 часов и вообще нельзя там находиться. Она вроде головой покивала, вроде как бы да, 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 да. И в этот же вечер она, адвокат за дверь, в этот же вечер опять скандал, и она на дискотеке. Более того, одна из этих дискотек вообще обернулась стопроцентной уголовщиной, когда мать пятерых детей, из которых четверо погибли по ее вине, а пятый брошен на произвол судьбы, избила чем-то непонравившуюся ей тетю, осколком бутылки порезала ей жизненно важнейший орган, лицо, и в клочья уничтожила дорогую курточку. Пострадавшая копит теперь на ручку, чтобы написать заявление. И подробнее о ребенке, девочке, которой, дай бог, через 4 дня стукнет 7 месяцев. Кроме того, что врачи заподозрили у нее порог сердца, что требует длительных и тщательных наблюдений и регулярных обследований у специалистов, что молодая мамаша вовсю игнорирует. На вчерашний день в медицинском центре в Екатеринбурге Полине была назначена операция на глазу. Но не тут-то было. Уже почти две недели Мария вместе с ней почти безвестно отсутствует. Через знакомых муж узнал, что сбежала она вместе с дочкой, про которую как-то раз заявила бедолаге, что она вовсе и не его дочка, в окрестностях Тавды, где у нее даже седьмой воды на киселе родственников нету. Зато есть какая-то знакомая, у которой тоже четверо детей, как когда-то у нее и все еще муж. И вроде как тоже неблагополучно бухающая. За эти почти две недели редакция ТАУ по разным телефонам пыталась связаться со сбежавшей вопреки приговору и жизненным потребностям ребенка. Но лишь раз она бросила трубку, а остальные попытки кончались, как и сегодняшняя в исполнении мужа. Я даже в списку беру. И вот следующий вопрос. Уже не только в ГУФСИН, но и, наверное, в Главное управление МВД для передачи его подчиненным следящим за делами несовершеннолетних. А не пора ли эту гражданку ущемить в правах до невозможности, а то и отобрать, причем срочно, ее родительские права? Ведь четверых она уже угробила, что признана судом, именно в результате неисполнения своих родительских обязанностей. При этом более чем явно видно, что и пятого она легко сведет в могилу. Или нужно сначала этого дождаться, а потом снова отчитываться, что, дескать, не было оснований изымать у нее ребенка. В какой-нибудь злой Норвегии ее бы уже под землей нашли и из-под земли достали бы, отобрав у троллей, чтобы отобрать ребенка после первого же дня посещения приема у педиатра. А тут назначение на операцию на глазу игнорируется, и порог сердца тоже не повод, ибо маме надо бухать. Почему, когда гражданин Худышкин звонит полицейским и рассказывает эту историю, ему отвечают, что нет оснований вмешиваться, потому что мама куда-то уехала с собственным ребенком. То есть все сопутствующие нюансы в виде ограничения свободы по суду и четыре погибших ребенка тоже не основание. Оно понятно, что от лишней работы лишние кони дохнут, и не представившись бросить телефонную трубку, это легче всего. Ну и честь и совесть пора бы уже и знать, и иметь. Ведь некоторые граждане всерьез верят еще, что стоит им обратиться за защитой и помощью к тем, кто получает неплохую зарплату и иные блага, именно за защиту граждан и помощь им, то они просто вцепятся в терпящего бедствия и помогут, и спасут из чувства профессионального долга. Но нет, до сих пор нашего Сашу везде отфутболивали. Очень надеемся, что происходило это по недоразумению, не со зла или из равнодушия, а просто от того, что его, может быть, кто-то не до конца понял, может быть, он сам виноват в том, что плохо объяснил, что, в общем-то, жизнь, ну или, по крайней мере, здоровье ребенка стоит на кону. Ну и попытка сохранить семью, как программа минимум, тоже. Ребенку нужна мама и папа родные, а не какие-то там, кого нашла, соседи. И вот, как бы, не знаю, вот, вернется, вернется, будет жить у родителей. Я ей просто говорил, предлагал, говорил, то, чтобы вернись, как бы, пропишем Полину, пропишем Тимя, пропишем, ну, как бы, все сделаем, чтобы все жили у родителей дома, прописаны все были, все было, все хорошо. Она не хочет, потому что мама и папа будут запрещать гулять. Но предложение это в силе? Предложение это в силе до сих пор. В закрытом ядерном Новоуральске, затаившемся за колючим забором, путевые парни из новоуральского филиала фонда «Город без наркотиков», оперативники УБЭПа и областного госнаркоконтроля провели мощную совместную операцию в аптеке на Первомайской 97, где, судя по слезным жалобам аборигенов, без рецептов торгуют кадеин, содержащими таблетками, из которых химически образованные нарковарвары готовят крокодил, он же дезаморфин. И по этой причине возле аптеки на Первомайке постоянно ошиваются толпы нарколык. В довершении к зеленому цвету местная фармацевтическая палитра была украшена и синим оттенком, ибо в аптеке, по словам местных жителей, без рецепта приторговывали и этиловым спиртом в фунфыриках, что тоже является нарушением федерального закона. Фондовцы и силовики проверили информацию, то есть последили за аптекой несколько дней, убедились, что аборигены не врут, нашли закупщика и провели в аптеке контрольную закупку трех упаковок кадеин, содержащих таблеток и одной бутылочки 95% С2H5OH. Фармацевт Надежда Пахомова все это продала без рецепта, даже не моргнув. А увидев людей в форме, закрылась и пошла прятать запретные плоды по сусекам. По этой причине силовикам и фондовцам пришлось заходить в адрес быстро, жестко, можно даже сказать, со штурмом калитки. Девушка, двери откройте. О, она что-то прячет. Двери откройте, говорю. Залазь через верх. Что, помочь? Сейчас, надо откройте. Открывай, оттяни, бед. Тяни. Девушка, откройте. Вы что, не понимаете, что ли, по-русски? Надо никому звонить. Николай, у нас здесь какая-то санкция. Меня вскрыли. Ирина Павловна, сюда, пожалуйста. Давайте Ирина Павловна, у всех сюда. Ира, вот тут с камерами мне взломали дверь и зашли сюда, в аптеку. Ну и откуда? Скажите, полиция приехала. Вина нечистоплотной фармацевтки была доказана быстро. Меченый штукарь был найден в ящике возле кассы. То есть понятно, что официально эти деньги в аптеке никак не фигурировали. Понятые, придите, пожалуйста. Вот тысяча рублей. Где у нас девушка? Вот вторая. Так, вторая. Вот смотрите. Из ящика была, из денежного. Вот из этого ящика пластмасса? Нет, не из этого. Где? Вот. Из этого ящика была. Взято денежная купюра. Так, проглашаем номер. Большая буква Г, большая буква А. Цифры 252-43-96. Ирина Павловна, посмотрите, всё верно. Тут же в кладовочке отыскалась и коробка с этиловым спиртом. Вот тоже спирт этиловый. У нас где-то учитываться нет? Не знаю. Как вы знаете, документацию, пожалуйста, предоставьте сейчас. Заведующая. Заведующая болеет, сказала, чтобы вы всё сделали. Ну, а я не знаю. И осталось операм и фондовцам отыскать залежи КДИН-содержащих таблеток. И было понятно, что этот запретный плод фармацевтиха заныкала в дальней комнате, в которой неожиданно как-то вдруг отключился свет. Но это так Надежда Пахомова пыталась запутать следствие. Свет включите, пожалуйста, здесь. Что здесь за детский сад-то вы? Что за детский сад у вас? Да, вот он. Целая коробка. Свет включите здесь, пожалуйста. Ну, что за детский сад у вас? Ну, здесь не работает. Ну, как он только что горел, мы видели, вы сюда заходили. Вы что? Всё, заработал свет. Ну, целая коробка, да? Пока силовики проводили обыск, в аптеку заглянуло ещё одно доказательство того, что в этом заведении приторговывают без рецептов тем, что вообще-то отпускается только по рецептам. Аптека не работает, мужчина. Зачем пришли-то? Спроси за спиртом. Первый раз пришли, что ли? Первый раз пришли купить. Да? А что, эту шли пить? Бодягу? Ну, вообще не надо ничего. Ничего не надо. Ну, а как? Ну, а как? Я же не пиар. Бодягу, фунфырики, что ли? Почему фунфырики? А что, фотка хорошая, что ли? Ну, вон, вон, где надо узнавать, откуда они её везут такой, вонища от неё. Продавшая запретный плод Надежда Пахомова поначалу ещё и репенилась, запиралась, но по концовке ей люди в форме предъявили доказательства и спокойно объяснили, что она подставила всю аптеку, ну и, в общем, прилипла. Я думаю, что у вас безвыгодность влеваться. Ну, продали, продали. У каждого есть, и у вас есть нарушения в вашей работе. Есть. Надежда Пахомова свою вину по концовке признала, написала чистуху и вызвала в аптеку свою директрису Ирину Павловну, которая лежала дома после операции, но поняла всю серьёзность ситуации, чреватой отъёмом лицензии, и нашла в себе силы приехать на работу. Руководителю косячной аптеки объяснили, что натворила её подчинённая, и Ирина Павловна даже заступаться за фармацевтиху не стала. Только посетовала, что вот когда она сама на работе, запретными плодами без рецептов никто не торгует. Но вот стоило ей на две недели отлучиться на операцию, и бесконтрольные работницы начали наживаться на чужой беде. Выяснилось, что лекарств, для которых требуются рецепты, в этой аптеке вообще быть не должно, ибо Ирина Павловна ещё в начале этого года от них отказалась. Ну мы с этого года, вот с начала года, я отказалась, потому что у меня списано было пенбалгины, все рецепты уже не выписывают врачи. Я сказала себе, нет, всё, хватит, зачем мне эти списания. С рецептами приходило буквально за весь год 3 или 4 человека. Море поддельных было, которых мы, естественно, отправляли. И больше я не стала заказывать. То есть у нас даже журнала регистрации теперь нет. Я не заказываю эти препараты, потому что бесполезно. Говорить о том, что фармацевты не знали, о том, что торговать запретными плодами нельзя, тоже не приходится. С приказом все были лично ознакомлены. С приказом мы ознакомились. Я подписывала, что я с приказом ознакомлена. Он его вывесила, этот приказ перед мордой льда повесила. Всех ознакомила с этим приказом. Он до сих пор там все. В кулуарах между директрисой аптеки и представителем фонда «Город без наркотиков» вышел такой диалог по поводу, будут или нет торговать запретными таблетками в закрытом ядерном городе. Я здесь представитель фонда «Город без наркотиков». Здесь такого не будет, это я вам говорю. У нас есть и будет, потому что есть люди, которые на этом наживаются. Я этих людей знаю. Мы, наверное, с вами будем очень часто видеться, если это не прекратится. Слишком очень много в городе у нас наркопотребителей. Ну вот откуда они берутся, скажите, вот почему с ними никак не борются? Почему? Ну, вы знаете, самое первое, то, что это легко сказать народу, бороться с наркопотребителем. В первую очередь, наверное, нужно бороться с тем, кто продает эти наркопотребители. Нет, это идет уже, знаете, с детского сада, из семьи. Наверное, нужно как-то найти общий язык и, мне кажется, как-то по-хорошему к всему относиться. А завершилась эта мощная антитаблеточная и антиспиртовая операция со штурмом ворот тем, что силовики оформили административку и передали материалы в Новоуральскую городскую прокуратуру. И пусть орган надзора решает, что делать с косячной фармацевтихой и вообще с этой аптекой. Ну, лучше ведь, наверное, другого фармацевта найти, чем лицензии решиться. Сейчас, наверное, документы... Меня зовут Андрей Алексеевич, я представляю здесь Новоуральский, в том городе из Назватика, в Екатеринбург. И то есть сейчас будем наводить порядок здесь в городе. Слава Богу. В деревне Слобода, затаившейся под Первоуральском, на живописнейшем побережье Чусовой, прошел четвертый, он же последний, этап Кубка России по ледолазанию 2014 года. Первые два были в ноябре в Выборге и Москве, третий в начале декабря в Кирове, ну а в Слободе по итогам всего сезона были определены сильнейшие ледолазы и ледолазки страны в двух дисциплинах, в скорости и в трудности. Второй год подряд наша область удостоилась чести принимать этап Кубка России. В прошлом году, напомню, здесь же в Слободе прошел третий этап. В этом году четвертый, более интересный, потому что на нем решалась судьба золота за весь сезон. И естественно, что все лучшие приехали. С погодой в этот раз повезло. Были легкие, около нулевые минуса. Не то, что в прошлом году, когда ледолазать приходилось при минус тридцати двух. Но что такое легкие минуса? Это значит, лед на скалах замерзает, а люди нет. Исторически так повелось, что состязания на скорость и на трудность проводятся в разных местах. Скорость на естественном скальном, специально намороженном рельефе. Трудность на искусственном фанерном ледодроме. По сравнению с прошлым годом, в этот раз для скорости были выбраны новые скалы, высотой 12 метров, именуемые Слободской камень. В течение двух недель трудолюбивые подготовщики трасс под водительством известного альпиниста Сергея Дашкевича поливали Слободской камень сверху водой. И в итоге наморозили замечательные, очень скоростные трассы. Сегодня здесь у нас уже второй день идут соревнования, розыгрыш финального этапа Кубка России по ледолазанию. Дисциплина лазания на скорость заключается в том, что по ледовой трассе нужно преодолеть ее за максимально короткое время. Высота трассы у нас 12 метров. Вчера мужчины бегали быстрее 6 секунд. Это по-настоящему такой спринтерский результат. Даже на международных соревнованиях ребята не часто такое показывают. Сам Станислав Лобзов из Тюмени занимался подготовкой трасс в номинации «Трудность». И таких кренделей наворотил, что, например, у женщин до вершины смогла добраться единственная ледолазка. Кстати, наша землячка из Екатеринбурга, наша большая белая надежда, простите за двойную надежду, но наша большая белая надежда, Надежда Галямова. Которая, кстати, стала в этом году у себя на родине обладательницей Кубка России в «Трудности». Ну, а Надежде Надежде чуть попозже вернемся к трассам на искусственном ледодроме, построенном в Слободе год назад. Стас Лобзов накрутил очень замысловатые дороги. Не знаю, кому как, а, например, автору этих строк наиболее эффектным показался фрагмент трассы с висячим буратиной. Ну, то есть речь вот об этом полежке с носиком, да не с одним. И когда ледолазы вгоняли в это деревянное тело когти своих кашкоботов или ледовые молотки, больше известные как тяпки, то прям можно было представить, как из бревна доносилось «Ой, ой-ой, больно же!» В состязаниях на скорость у ледолазов аксессуары примерно такие же. На ногах когтистые кошкоботы, а в руках ледовые крючья, называемые «Айс-фифи» и любовно называемые «фифы». Вообще, как известно, состязания по ледолазанию, как развлекушечка среди альпинистов, впервые возникли у нас в Советском Союзе в 70-х годах прошлого века. Но в том виде, в котором они существуют сейчас, они впервые появились во Франции в 80-х. Потом эта забава с элементами спорта пошла по Европе, и в 2000 году ледолазы разных стран собрались воедино и решили, что пора бы уже помериться, так сказать, силами и организовать Кубок Мира. Кстати, первый, читай, исторический этап, которого прошел у нас в России. А все потому, что Россия на сегодня общепризнанный фаворит в мировом ледолазании. Это прям наше. Как фигурное катание, как синхронное плавание. Русские настолько всех дерут на мировой арене, что западенцы стали нам устраивать типа санкции и урезать количество российских ледолазов на мировых соревнованиях. Но, конечно, не по политическим мотивам, ибо спорт вне политики. В финал Кубка России собрали все сильнейшие спортсмены. Вся сборная России практически сюда приехала, потому что соревнования считаются достаточно рейтинговыми и влияют на расстановку сил в команде, отбор на следующий год. Это достаточно важно, потому что международные квоты немножко урезаны, состав команды уменьшается. И это все делает Международная Федерация, чтобы немножко оградить русских от призовых мест, потому что по статистике 90% призовых мест на международных соревнованиях занимают наши русские ледолазы. Тут с нами никто не соперничает. В трудности больше половины в первых десятках наших. В 2004 году ледолазание как дисциплина попало под крыло Международной Федерации Альпинизма и было официально признано Международным Олимпийским Комитетом. И в ближайшие годы ледолазание имеет очень высокие шансы стать олимпийским видом спорта. Его олимпийская презентация началась в этом году в Сочи, где на 15-метровой ледяной сосульке прошел фестиваль ледолазания с демонстрацией возможностей лучших спортсменов мира. И, кстати, через эту сосульку прошло 3000 человек, пожелавших на своей шкуре самолично узнать, каково это быть ледолазом. На следующей зимней Олимпиаде в Корее, скорее всего, ледолазание еще не появится в официальной программе, но очень возможно, что случится его официальная презентация как олимпийского вида. Ну а в 2022 году ледолазание по замыслу должно войти уже в программу олимпийских соревнований. Вот так вот молодые виды спорта влетают в олимпийскую семью. И главное, нам, россиянам, не утратить своего лидерства, чтобы иметь гарантированные олимпийские медали. А для этого нужно развивать школу, подтягивать молодежь. И очень отрадно, что у нас в области есть такая тенденция. У вас традиционно, ребята, сильно выступают Галямовы, значит, Михайлов выступал, Тарасов. Но очень радует то, что сейчас у вас Михайлов занимается именно молодежью. Это перспектива. Потому что, как везде в России и в мире, вот эта тенденция, когда есть единичные лидеры, а за ними не стоит школа, вот это печально. Потому что оно бесперспективно, как в скалолазании. То есть школа Свердловская, она же гремит по всему миру скалолазная. Должно быть то же самое и в лидолазании. Потому что без преемственности поколений, без подпитки вот этими молодыми, ну, это тяжело бороться с признанными лидерами, такими как Тюмень, вот там Кемерово, Киров. Да, пока эпицентром лидолазания у нас в горах является деревня Слобода. Но это связано исключительно с энтузиастом этого дела, лидолазом Евгением Новосельцевым, который в том году сам установил вот этот лидодром. Но уже в ближайшее время еще более современный лидодром должен появиться в Екатеринбурге. Курирует этот процесс наш великий биатлонист и депутат ЗАГСО Сергей Чепиков. Во власти уже принципиальное решение о строительстве лидодрома принято. Осталось выбрать место и реализовать. Так что, друзья, совсем скоро Стольный град Екатерины сможет стать одним из лидеров лидолазания в России наряду с такими на сегодня монстрами, как Киров и Тюмень. Кто-то наблюдательный скажет, вот что-то мне это лидолазание напоминает. Это же типа скалолазание только зимой и с фифами. Ну да, в дежте похоже. И там, и там есть и скорость, и трудность. И теоретически, наверное, если скалолазание в ближайшее время не станет олимпийским видом спорта, а вероятность этого близка к нулю, а лидолазание напротив, то скалолазы смогут массово мигрировать в лидолазание и побиться за олимпийское золото. И, кстати сказать, на сегодня есть уникальный, очень успешный опыт совмещения этих двух дисциплин. Взять вот красавицу из Тюмени, мастера спорта международного класса Марию Красавину. В Слободе она выиграла четвертый этап Кубка России в скорости. То есть она по-любому уже в элите лидолазания. Но при этом она и чемпионка мира по скалолазанию. Ну и еще до кучи жена Станислава Лобзова, который ее, собственно, и подтянул на лед. Я вообще занимаюсь двумя видами спорта, скалолазанием, лидолазанием. Лидолазание, последний старт, это был чемпионат Европы в Уфе в феврале, вроде как, прошло, ну, в начале этого года, стало третье. А скалолазание какие успехи? Чемпионка мира 2011-го, чемпионка России действующая и обладатель Кубка мира 2014-го года. Я раньше не думала, что буду совмещать два вида спорта, просто увлеклась лидолазанием, потому что со Станиславом встречалась. И чтобы больше с ним времени проводить, я ездила на лидолазные старты. Со временем стало неплохо получаться и уже появились какие-то цели в спорте. В этом вот сейчас новая цель, хочу ЗМС выполнить. Что касается наших свердловских лидолазов, то на сегодня абсолютным лидером является Надежда Галямова. Она мало того, что в Слободе выиграла соревнования на трудность и единственной из всех участниц долезла до отметки топ. Она еще и по итогам всего сезона забрала Кубок России 2014, набрав за 4 этапа 280 очков. Для сравнения у серебряной призерки Натальи Куликовой из Кирова 187 баллов. Пропасть очевидна. А на днях Надежда Галямова вернулась из США, где впервые проводился первый в этом сезоне этап Кубка мира и привезла на родину две медали. Заняла там второе место на скорость и третье на трудность. Что важно, второе место в трудности на четвертом этапе Кубка России в Слободе заняла наша 18-летняя землячка Алена Кочебаева. Есть у нас та самая молодая поросль. Ну, у нас немного, но мы есть. Готовь сани летом. Эта мудрость, дошедшая к нам из глубины веков, применима в разных жизненных обстоятельствах, но только не при выборе саней. Потому что именно сейчас, осенью, в детских магазинах появляются новые коллекции этого любимого в России средства передвижения. Санки-салазки, финские сани, сани с ручкой-толкателем, снегокаты, снегомобили. Каких только разновидностей саней сегодня не встречишь в продаже. А как вам эти санки с варежками для мамы? В магазине «Майбэби», который стал еще больше, огромный выбор саней, колясок, кроваток, автокресел и ходунков от самых бюджетных до элитных моделей. А также детская мебель и домашние спорткомплексы, в том числе производство старейшей в России Можгинской фабрики детской мебели «Красная звезда». Магазин «Майбэби» Черняховского, 86-6, въезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги. Спустя очень незначительный промышлок времени в нашей программе плавное ухудшение горнурайской погоды, вплоть до минус 25 в новогоднюю ночь. Ну и маленькая собачка типа Спаниель прямо в кадре разоружает в орбите зеконскую посылку Суоли. Типичный джентльменский набор – чай, табак, трава. 65 ТВ Служебная собака помогла сотрудникам СИЗО обнаружить посылку с наркотиками присланную арестанту. Собака обозначила, бандеролю был… Посылка не вскрыта, на момент осмотра. Длина, да? Сейчас он будет вскрывать. Типичный. Ну и вот нам попал кто-то. То есть мы открыли пачку чая. В бандероле, присланной жителям Алапаевска, осужденному за разбой и мошенничество, ожидающему этапирования в колонию в СИЗО номер 2 города Ирбита, было найдено вещество растительного происхождения. Вообще вся бандероль состояла из растительных веществ – табака и чая. Но этот пакетик явно выбивался из этого ряда. Да и собак сразу почувствовала что-то знакомое, за что получала поощрение на тренировках. Изъятый пакет сотрудниками следственного изолятора был передан сотрудникам ФСКН для проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. И напоследок о погоде пока всего лишь минус 10, но чем ближе будет приближаться Новый год, тем холоднее будет становиться на Среднем Урале. А сразу после новогодней ночи начнет опять теплить. На территории Свердловской области, как и на любой другой территории мира сего, завтра наступает Рождество Христова. Правда, Русская Православная Церковь отмечает то же самое 25 декабря по другому стилю 7 января. Трудно вериться с учетом сегодняшних почти полутора десятков градусов мороза в Екатеринбурге в прогнозированной завтра минус 3, минус 5 или минус 2, минус 4 в Красно-Уфимске. А вот Ивдельске минус 13 выглядит как-то вполне себе адекватно. В Екатеринбургском пятидневном прогнозе один день мы уже обсудили и прошли, ну а в последующие минус 15, минус 20 до конца недели как-то похоже на норму. При этом днем холоднее, чем по ночам. Понедельник вроде намекает на новое потепление, но все же на праздничную и среду обещают полноценные минус 25. Круглосуточная недвижимость завтра парализует градусники на рекордных отметках минус 15 в Салехарде и напротив минус 2 в Уфе, промежуточные минус 8 в Тюмени и Сыктывкаре. Симметричная рекордная картина в Европе. Чертова дюжина плюсов в Барселоне и столько же чертовых минусов в финской столице. 115 лет на двоих, завтра Евгению Маргулицу и Косте Кинчеву, минус 9 в столице нашей Родины, где 23 года назад отставился первый и последний президент СССР. Ну а через два года в тот же день вступила в силу новая, то есть нынешняя Конституция Российской Федерации. Это документ, между прочим. И все, и пожалуйста, исчезайте отсюда. Вот и все, ребята. Время нашей программы «Счастье» прошло к концу. Продолжайте нас смотреть, в том числе в интернете, в том числе у нас на сайте shownewstv.ru. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok